Позитивный опыт Чуваши в сфере развития моногородов, а также поддержки малого и среднего бизнеса республики был принят на вооружение. Так можно коротко охарактеризовать итоги поездки главы Чуваши в Москву. Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки в Московской школе управления Сколково. Как известно, в республике в разные годы поддержку по федеральной программе развития моногородов получил Канаж. На выделенные средства, например, в Новочебоксарске удалось создать новые рабочие места, привлечь иностранных инвесторов, поэтапно благоустроить дворовые территории. Здесь открылись крупные производства. Завод солнечных модулей ООО «Хивель», РОКО, завод по производству акриловых и гидромассажных ванн. Это дало нам возможность улучшить инвестиционный климат в этом городе. Социальное самоочувствие горожан тоже улучшилось. Почему я так говорю? Потому что безработица у нас доходила до 7,5%. Там у нас химическая промышленность, тоже, знаете, 2009-е годы там дефолт, провалы были. И на сегодняшний день проблем нет. Такая же работа ведется и в Канаше. В развитие бизнеса там планируется вложить не менее 1 миллиарда рублей. В прошлом году было подписано соглашение с Фондом развития моногородов о софинансировании проектов по строительству и реконструкции трех объектов инфраструктуры. Это позволит создать примерно полторы тысячи новых рабочих мест. О существующих мерах государственной поддержки предпринимательства в республике Михаил Игнатьев рассказал уже участникам заседания правления торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Действующие на территории республики форумы и меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства охватывают практически все стороны создания, развития и становления бизнеса. От консультации, правового обеспечения, помощи в написании бизнес-проектов и выстраивания стратегии начинающего бизнеса до финансовой помощи. Все те инструменты, которые мы должны были создать, создали и в городских округах, и в сельской местности. В 2016 году предприятиями получено государственную поддержку в сумме 2,6 миллиарда рублей. И эти мы средства практически, несмотря на сложности, не снижаем. Обращение к опыту Чувашии в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства не случайно. Из 180 торгово-промышленных палат, существующих в стране, только в четырех, в числе которых и Чувашская ТПП, идет активная работа по созданию комфортных условий для ведения бизнеса. Мы очень тщательно отбирали те палаты, которые как раз в теме работы совместной с администрацией поддерживают малый бизнес и активно работают. Вот четыре палаты отобрали, одна из них Чувашская палата. Это не первый опыт, который мы смотрим по Чувашии в нашей системе. Я должен вам сказать, что палата достаточно инициативная. Мы отмечаем, что есть поддержка со стороны руководителя республики, его команды. Отметим, торгово-промышленная палата Чувашии активно взаимодействует с кабинетом министров Чувашской республики. Мы постоянно в диалоге с предпринимателями и малого бизнеса, и среднего бизнеса, и крупного бизнеса. И тем самым у нас достаточно тоже обратной связи. И здесь мы находим как раз контакты эффективного, конструктивного взаимодействия. Для меня огромная часть участвующего направления. И нам еще многое нужно сделать, для того, чтобы доходы поднимались, производность труда была выше. И молодые люди могли самореализоваться нашей любимой Российской Федерацией, нашей любимой Чувашии. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика из Москвы.